В этих коробках всё самое нужное на передовой, а это вообще эксклюзив. Детали для машины дистанционного минирования и разминирования, изобретения наших бойцов на СВО. Работает быстро и эффективно. Вот что говорит один из разработчиков, сапёр, мобилизованный из Тюмени. Задача – обезопасить, защитить и сохранить жизни нашим военнослужащим. Она, как всегда, в приоритете. И это позволит более эффективно выполнять боевые задачи. Впервые тюменцы отправляют эвакуационные носилки или волокоши. С их помощью можно будет эвакуировать раненых. Экспериментальную партию изготовили на тюменской фабрике. Всё собранное волонтёры доставят на передовую. Там любая помощь на вес золота, рассказывает боец с позывным «Викинг». На СВО он уже полтора года сейчас в отпуске. Мы всему рады, что нам предоставляют все фонды, все волонтёры. Если даже что-то нам лично необходимо, мы постараемся ребятам это отдавать тому, кому это необходимо. Допустим, где тепло, носочки нам не нужны. А где холодно, носочки нужны. И мы стараемся им это передавать. Неравнодушных среди жителей Тюменской области много. Одни помогают деньгами и вещами, другие – доставкой, упаковкой и погрузкой. Советское воспитание и переживание за то, что происходит сейчас. Чисто понимаю, что там меня нет, хоть чем-то помочь. У меня сын только его мобилизовали, как они туда приехали. С самого начала сразу начал посылать петиции такие от гвоздей, шурупов. И чем не дальше, тем уже стали посылать коллиматорные прицелы, генераторы. Генераторы мощностью от 5 киловатт сейчас очень ждут наши ребята на передовой. А ещё нужны дроны. Не хватает очень дронов, разведчиков. Заявок около 30. Прямо 30 подразделений заявки на дроны разведчики. Также на дроны камикадзе, тоже примерно в таком же количестве, на тепловизионные прицелы. В регионе работают больше 50 пунктов сбора, путёвка в жизнь. Принести помощь можно в любой из них. Ирина Ищук, Иван Марунин, Тюменская служба новостей.